Добрый день всем! Сегодня у нас в гостях Николай Минашин, директор по взаимодействию с инвесторами группы компании «Самолет». Николай, добрый день! Андрей, добрый день! Спасибо, что вы пришли. Вначале я хотел бы от себя и, я знаю, от других инвесторов, которые также являются акционером вашей компании, сказать вам слово благодарности в том плане, что вы действительно ПАО, в том плане, что очень публичные. Раскрываете очень, ну, данные, отчетность, очень много рассказываете про компанию, про бизнес, про дух, про цифры, про результаты. Это действительно очень важно, потому что сегодня мы, ну, сталкиваемся по разным причинам, с некой закрытостью компаний. И, на наш взгляд, даже иногда компании, которые, ну, могли бы чуть больше давать акционерам, все-таки, там, опасаются, придерживают информацию. В общем, российскому инвестору становится сложнее и сложнее инвестировать. Вам как раз за это спасибо, что показываете пример, возможно, и другим компаниям, к чему надо стремиться. Спасибо, что цените. Для нас это действительно очень важно. И мы видим, что вот эта вот политика открытости, она приносит свои результаты. Когда мы делали IPO в октябре 2020 года, у нас было около 10 тысяч розничных акционеров. Сегодня их число уже превысило 100. То есть в 10 раз рост за относительно небольшой период. И думаем, что это только начало, а хотим кратно увеличивать число наших акционеров. Слушайте, это, кстати, здорово. То есть уже около 100 тысяч частных инвесторов ваши акционеры. Так что, дорогие зрители, тоже присоединяйтесь, возможно, к акционерам групп компаний. Много частных инвесторов, которые также приобрело наши долговые инструменты. Мы активный участник облигационного рынка. И планируем также этот инструмент и в будущем использовать. Да. Ну, предлагаю теперь перейти к компании. Давайте все-таки пару слов про компанию. На мой взгляд, очень много людей, инвесторов знают про ваш бизнес. Но все-таки, возможно, кто-то нас сейчас смотрит, кто только знакомится с фондом Добронька в целом, с вашей компанией. Расскажите, пожалуйста, про ваш бизнес, про его специфику. Мы компания мечты. Мечты о том, чтобы сделать жизнь наших клиентов комфортнее. Дать им возможность экономить время и тратить его на то, что для них действительно важно. Нас самое ценное – это их семья, их близкие, друзья, здоровье, саморазвитие. Поэтому наша задача – снять как можно больше забот с плечи клиентов. Мы сегодня девелопер номер два в России. И сегодня у нас самый большой земельный банк. Это 3,6 миллиона квадратных метров жилья по всей стране. Это более 150 тысяч жителей, которые уже живут в домах, построенных самолетом. Но важнее то, что будет, важнее то, куда мы движемся. Мы движемся к тому, чтобы предлагать клиентам единый продукт, который может закрывать различные их потребности. Это не только комфортное современное доступное жилье, это и образовательные услуги. Мы уже выходим на этот рынок и в части строительства частных детских садов, и в части образовательных продуктов онлайн для взрослых. Мы уже вышли на рынок финансовых услуг. У нас есть несколько продуктов, которые сегодня разрабатывает наша финтех «Вертикаль». Мы высокотехнологическая компания, ядром которой сегодня выступает девелоперский бизнес. Вот это очень важно. Мы не девелопер, который использует высокие технологии для создания продуктов. Мы уже хай-тек, проб-тех, компания, основой которого является девелопмент. Слушайте, это интересная мысль, потому что я давно, честно скажу, слежу за вашей компанией. И раньше, я помню, была история с тем, что вы хотели не просто строить квадратные метры, но, например, делать ремонт. Что, в принципе, не ново, но все-таки уже даже предложение заселять, ну, то есть мобилировка входящая. Потом была история, чтобы делать комфортную жизнь, то есть, ну, там, я так понимаю, коммунальные услуги, все, что с этим связано. И теперь, получается, вы как бы еще дальше смотрите про какие-то организации мероприятий, обучения, детские садики, тоже большой бизнес, в основном, школы и так далее. Я правильно понимаю, что, может быть, ну, немножко уже заезженное слово экосистема, да, это же, как бы, немножко про это, да, то есть у вас есть жители, да, которые, ну, когда-то доверили вам, например, покупку квартиры. И понятно, что эти люди нуждаются еще много в чем. И вот вы, собственно, смотрите, где еще что-то можно предложить этим людям. Правильно я понимаю? Да, абсолютно верно. То, о чем вы сказали, это квартиры с ремонтом, меблировкой, техникой, кухнями, это уже реализовано. Это востребовано сейчас абсолютным большинством наших покупателей, наших клиентов. Это то, что на самом деле позволяет самолету увеличивать масштаб бизнеса и дифференцироваться от других девелоперских компаний на рынке и увеличивать продажи даже в не самой простой рыночной ситуации. Нам не очень нравится слово экосистема, что в экосистеме есть вот этот вот оттенок, что это набор сервисов, малосвязанных между собой. Мы скорее про то, чтобы предложить клиентам единый продукт, единый интерфейс, через который он может получать разные сервисы. Все эти сервисы направлены на то, чтобы улучшить его качество жизни и предложить ему именно то, что ему нужно. Кому-то нужно иметь возможность поехать на отдых, кого-то интересуют инвестиции и он хочет заниматься инвестициями. Сейчас можно уточнить, даже и эти сервисы вы в перспективе рассматриваете. Например, поехать отдохнуть и, например, инвестировать, это очень разные истории, но и их вы планируете предлагать. То есть очень еще далекие, наверное, от классического строительного бизнеса. Да, совершенно верно. Как я сказал, девелопмент – это основа сегодняшнего самолета, но наши амбиции, они гораздо шире. И в том числе вот инвестиционные продукты, страховые продукты, образовательные сервисы – все это будет доступно нашим клиентам через единый сервис от самолета. Уточню, чуть-чуть давайте эту тему разовьем, она очень интересная. Потом, я думаю, вернемся мы все-таки к строительной части. Вот эти сервисы вы планируете сами реализовывать или все-таки какие-то партнерства с компанией, которая уже оказывает эти услуги? Мы рассмотрим разные сценарии, но, конечно, идея партнерства, она нам близка, она отражает ДНК компании «Самолет», «Самолет» – партнерская компания. По такому принципу, например, сформирован наш земельный банк. Если другие девелоперы предпочитают покупать земельные участки и всю маржу проекта оставлять у себя, мы, наоборот, создаем партнерство, создаем СП с владельцами земельных участков, а потом они получают либо долю в выручке, либо долю в прибыли после реализации девелоперского проекта. Поэтому идея партнерства нам нравится, и мы, конечно, будем такие сценарии тоже рассматривать в рамках нашего проекта, который пока называется «Сценарий жизни» или «Жизнь по подписке». То есть идея в том, чтобы именно предложить клиенту то, что ему нужно, и, используя различные финансовые инструменты, повысить качество жизни в стране. Вот амбиция, она именно в этом. Здорово. Чуть к цифрам. Как вы считаете, когда вот эти услуги, скажем так, небазовые, уже могут занимать в выручке компаний более существенную роль? То есть какой это год по вашим планам? Здесь у нас конкретных финансовых планов в этой части нет, но мы движемся очень быстро, и я думаю, что очень скоро уже мы с вами будем говорить не только о стройке, но и о совершенно других сегментах, рассматривая их как часть P&L группы. Из того, что уже реализовано, это наш проект, который называется «Самолет плюс», это сервис федерального масштаба с присутствием в более чем в двухсот городах всей страны. Сервис для покупки, продажи квартир на первичном, вторичном рынке и продажи улучшений квартир. То есть уже сегодня в одном из офисов «Самолет плюс», мы хотим, чтобы в каждом районе крупного города был такой офис, уже сегодня можно заказать следующий набор услуг, можно заказать дизайн-проект, можно заказать ремонт. Не только тех квартир, которые продаются на первичном рынке, но и на вторичном рынке. Можно заказать помощь с переездом, страховые сервисы. Это все уже доступно, уже реализовано, поэтому вот это направление, оно, наверное, раньше остальных станет таким серьезным контрибьютором в финансовые показатели группы. Дорогие зрители, я хочу прямо еще раз акцессировать момент и подтвердить. Я правильно понимаю, что действительно настолько большой потенциал услуг, которые вы уже оказываете, он хоть то, что вы сказали, и близко к стройке классической, но все-таки дизайн – это же целый услуг, который может понадобиться кому-то, кто, например, может, кто не купил у вас, например, недвижимость. Я так понимаю, но в 200 городах, пока вы не строите. То есть и в этих городах человек может вам прийти и заказать дизайн, например. Правильно? Да, пока не во всех. Пока, мне кажется, более 20 городов, где эти сервисы доступны, но в перспективе цель именно такая, чтобы, купив квартиру на вторичном рынке, можно было сделать это так же удобно, быстро, безопасно, что очень важно, как и на первичном рынке. Потому что сегодня есть два рынка. Рынок первички – цивилизованный, понятный, где не осталось уже проблемных каких-то игроков, где банковская отрасль очень сильно вовлечена, где есть огромное количество суперпривлекательных ипотечных продуктов, есть государственные программы субсидирования ипотечных ставок, есть классные онлайн-решения, когда можно купить квартиру абсолютно дистанционно. И этого ничего нет на вторичке. На вторичке клиент оказывается зачастую один на один с недопросовестными контрагентами. Ему нужно обратиться к нескольким партнерам различным, чтобы решить очень простую задачу – просто отремонтировать, купить квартиру, отремонтировать и заехать туда. Так не должно быть. И «Самолет плюс» – это наша мечта о том, чтобы сделать рынок вторички таким же классным, как рынок первички в России. Хорошо, теперь все-таки предлагаю перейти ко второй части, непосредственно к классическому текущему вашему основному бизнесу. Вы выпустили отчетность за 2022 год. Цифры существенные, рост выручки, больше 80% прибыли, ебеда и так далее. Как вы могли бы прокомментировать? Довольны ли вы таким ростом или нет, или может быть какие-то комментарии? Безусловно, в 2022 году компания столкнулась с рядом рыночных вызовов. И были периоды, когда фактически в начале года остановилось ипотечное кредитование. Банки заняли достаточно жесткую позицию. И мы, естественно, недовыполнули наш бюджет. При этом даже с учетом вот этих непростых месяцев на рынке, все равно мы показали суперагрессивную динамику. В России нет девелопера, который показал бы сопоставимые темпы роста. И этого удалось достичь за счет того, что мы имеем возможность выводить на рынок все больше и больше проектов. На самый большой земельный банк это 46 миллионов квадратных метров. Поэтому это отличная локация. Используя этот земельный банк, мы выводим на рынок новые проекты. Это первый фактор. Второй фактор, то, о чем я уже говорил, это наш продукт. Мы не продаем просто квартиру в бетоне. Мы продаем определенное качество жизни. Поэтому человек, покупая у нас квартиру, заезжает уже готовое жилье, построенное с ремонтом. Тебе не нужно ждать два года, когда соседи закончат ремонт. Заехал и живи. И это полностью оборудованная квартира, что еще очень важно, особенно для нашей клиентской базы. Наша клиентская база, ядро ее, это молодые семьи с доходом от 100 до 150 тысяч рублей. И они имеют возможность все вот эти дополнительные продукты включить в ипотечный платеж. И мне нужно, зачастую нашим клиентам, может быть, непросто накопить на первоначальный взнос. Они накопили на первоначальный взнос. Дальше нужно брать потребительский кредит, чтобы сделать ремонт, чтобы купить мебель. В том случае, если они покупают жилье у самолета, такой необходимости нет. Можно все упаковать в единый ипотечный кредит с привлекательной ставкой. Если это семейная ипотека, например, то эта ставка около 4%, может быть. Потому что мы дополнительно субсидируем ставку к тому, что предлагает сегодня государство. Вот это второй, наверное, очень важный фактор, который помог нам в 2022 году очень сильно нарастить свои финансовые показатели. Ну и третий фактор – это географическая диверсификация. Изначально мы, как вы знаете, были сфокусированы на Московской области. Сегодня мы действительно федеральный игрок. У нас есть проекты, запущенные уже в продажу в северо-западном регионе. Мы по объему ввода вошли в топ-3 на рынке Санкт-Петербурга. Мы также запустили продажи в Тюмени, в Владивостоке. И в этом году также смотрим на несколько очень интересных крупных городов. И планируем стартовать продажи там. Географическая экспансия также стала одним из факторов драйверов нашего роста в прошлом году. Здорово. Теперь, ну, как говорится, 22-й год, хотя я знаю, мы много и обзоров писали на вашу компанию, очень много скиптов было, но цифры подтвердили, что можно и в это сложное время расти. Теперь все-таки 23-й год. Или, может быть, 24-й, вот какой-то год-два затронем. Ну, окей, кто-то, может быть, пессимист, скажет, ну, хорошо, этот год каким-то образом получилось компанию реализовать, может быть, за счет, там, ранее запланированных проектов. 23-й, 24-й год. Сохраняете ли вы столь оптимистичные планы? И если да, то тоже очень важно, и, может быть, даже подробно, вот за счет чего компания сможет так расти? Планы сохраняем, нацелены на достижение также очень амбициозных показателей роста. Мы достаточно уверенно смотрим на рынок. Мы считаем, что все драйверы нашего роста, они остаются без изменений. Это, прежде всего, это, с точки зрения спроса, низкие уровни обеспеченности жильем в России и, конкретно в тех регионах, где мы работаем, прежде всего, это московские и северо-западные регионы. С точки зрения Московской области дополнительным фактором является рост, улучшение транспортной доступности, связанности Московской области и Москвы и позитивный миграционный тренд. У нас население Московской области, Московской регионы увеличивается, и понятно, что людям нужно современное качественное жилье, и мы ключевой групп на этом рынке, который может такое жилье предложить. Дополнительно важно отметить, что сохраняются все инструменты ипотечные, у нас действует программа льготной семейной ипотеки и дополнительное субсидирование от застройщиков. Поэтому все цели остаются неизменными. Естественно, повышение ипотечной ставки негативно давит на спрос, но опять-таки мы считаем, что это вопрос, прежде всего, адаптации людей, и по опытам предыдущих периодов повышения ставки мы знаем, что где-то два квартала требуется клиенту, чтобы принять новый уровень ставки, принять то, что ипотечный платеж будет выше, но среди наших покупателей очень мало инвесторов. Это прежде всего наши клиенты, это прежде всего те люди, которым действительно нужно улучшить жилищные условия, в силу своей жизненной ситуации, уехать от родителей, уехать из съемной квартиры. У нас есть большое количество людей из регионов, которые переезжают в московский регион. И эти люди, они все равно выйдут на рынок по новым ставкам, и мы делаем все, чтобы предложить им наиболее интересные условия. Хорошо, такой следующий вопрос. Как вы считаете, вот эти два года, 23-24, может быть, 25, ну, достаточно, мне кажется, и двух лет, рынок в целом сам по себе будет ли расти, или все-таки ваш рост это за счет того, что, ну, вы вытесняете менее эффективных, менее какие-то конкурентных игроков? И вот если можно, какая ваша доля сейчас на рынке, если вы ее считаете, и вот какую вы видите, например, там, в 25-м году? Ну, у нас много рынков. Рынок Москвы отличается от рынка Новой Москвы, отличается от рынка Московской области, плюс я еще упомянул, что у нас значительная доля уже около 10% выручки составляют, не московские проекты. Здесь, наверное, важно понимать, что мы достаточно, мы работаем на достаточно зрелом рынке, мы работаем на рынке, на котором активно идет процесс консолидации и укропнения, и мы считаем, что текущая турбулентность, она будет только способствовать консолидации, и мы смотрим, в том числе, на возможности приобретения других девелоперских компаний на рынке сегодня. Считаем, что есть интересные активы, хотим мы в этом поучаствовать. С точки зрения рынка, но мы в 22-м году увидели значительное снижение объема продаж в московском регионе. Если с 2018 по 2021 год на рынке продавалось где-то около 9 миллионов квадратных метров в год, то в прошлом году это было около 6,5. Существенное снижение, и это подтверждение тенденции, подтверждение нашего представления о том, что рынок регулируется за счет объемов. В 23-м, 24-м году мы считаем, что эта тенденция сохранится. То есть цена не меняется, возможно, какие-то флуктуации цен, возможно, в сегменте бизнес-класса, элитной недвижимости эти изменения будут более существенными. В массовом сегменте, где сосредоточена основная часть нашего предложения, мы тенденции к снижению цен не видим. Мы не меняли ценовую политику, мы не увеличивали объем скидок. Здесь мы чувствуем себя достаточно комфортно и видим, что в целом на рынке ситуация стабильная. Поэтому снижение объемов при сохранении текущего уровня цен. Хорошо. Теперь следующий вопрос. Вы частично его коснулись, но все-таки, мне кажется, он требует отдельного обсуждения. Это ипотека и ипотечные ставки. Действительно, вы сказали, что человек привыкает к повышению, но все-таки последнее повышение было не столь существенное. В основном льготную ипотеку продлили до 2024 года. Как вы для себя оцениваете риски? Например, не продлят. Или в общем ставки вырастут. Это существенный риск для компании? Или тут надо что-то понимать, что может сгладить эту проблему? Смотрите, сегодня почти 90% сделок в группе компании «Самолет» идет с использованием ипотечных средств. Это действительно супервостребованные клиенты. Мы считаем, что в той или иной форме механизмы государственной поддержки отрасли сохранятся. И после 2024 года слишком важна стройка, девелопмент для экономики страны в целом. Это мощный драйвер роста. В прошлом году, мне кажется, строительство стало одной из двух отраслей, которая показала положительную динамику. Поэтому считаем, что государство максимально заинтересовано в том, чтобы стройка была таким же драйвером в развитии экономики страны. Со своей стороны, мы продолжаем работать с банками, предлагая привлекательные ипотечные продукты. Сохраняется возможность для дополнительного субсидирования со стороны девелоперов, хотя ставки выросли. Но по-прежнему несколько процентных пунктов девелоперы, в том числе самолет, может субсидировать. И мы этим занимаемся. Хорошо. Следующий вопрос про индивидуальное жилищное строительство. Я знаю, что вы тоже такие как это, частные дома строите и, может быть, планируете расширять это направление. Вот, если можно, пару слов. Насколько перспективна эта история и ваше участие в этом направлении? Да, это новое направление для группы «Самолет». Мы только в марте 2023 года запустили продажи в первом проекте, проект «Дмитров дом». Это один из четырех ИЖС-кластеров, как мы их называем, так это сформулировано в законодательстве Московской области, которые мы планируем построить в ближайшие годы. То есть еще три проекта в Подмосковье. Кроме того, мы смотрим на потенциал других регионов Юга России, в частности, на Краснодарский край. Нам кажется, эта история очень перспективной, потому что фактически сегодня нет предложения от системных девелоперов в массовом сегменте рынка. Девелоперы в основном ориентированы на жилье бизнес-класса, на премиум сегмент. Это сегмент, где находится 84% предложения. Это от 16 до 25 миллионов рублей за дом и свыше 25 миллионов рублей. Мы хотим предложить клиентам, мы уже сегодня предлагаем это в Дмитрове, более доступное жилье. Продажи начались от 13 с чем-то миллионов рублей. Там также доступны все ипотечные программы и льготная ипотека, и семейная ипотека, ипотека для IT-специалистов. При этом мы не строим отдельные поселки. Мы строим действительно кластеры, в которых будет доступна вся современная инфраструктура. Это и детские сады, это и школы, поликлиники, коммерческая недвижимость. Плюс много фишек, которые мы придумали, например, каворкинги, например, гончарные мастерские. И, как мы говорили, самолет — это про создание некой среды. Мы хотим создавать среду, где будет комфортно жить людям за городом. Будь то классическая дача, куда люди приезжают на выходные, или дом, в котором люди живут часть времени, часть времени проводят в течение недели в городе. Ковид дал нам в качестве одного из новых трендов возможность удаленной работы. И мы знаем, что многие наши клиенты этим пользуются. Возможно, кто-то будет жить там на постоянной основе. Сейчас это пилотный проект, но мы хотим отработать продукт, понять, что действительно нужно клиентам, и дальше уже эту историю масштабировать. Я отмечу, как в случае с многоквартирными домами, опять-таки, можно купить в самолете дом полностью готовый к проживанию, с мебелью, с ремонтом, с техникой, и дальше выбрать набор улучшений из меню. Можно заказать террасу, можно заказать какие-то элементы ландшафтного дизайна, можно выбрать зону барбекю, и все это включается в апатичный платеж. Считаем, что это суперперспективное направление. Исследования показывают, что более 70% жителей нашей страны хотели бы жить в частном доме. Мы хотим, чтобы это было доступно нашим клиентам, и здесь видим очень большой потенциал у этого рынка. Ну, действительно, тоже достаточно большой рынок потенциально может быть. Хорошо, ну, подытожим вторую часть. То есть, точек роста, потенциалов роста, ну, я услышал очень много, и даже в это сложное время, несмотря на, может быть, отсутствие общего роста рынка, действительно, вариантов для развития много. Это здорово. Следующий вопрос, по крайней мере, с которым я периодически сталкиваюсь, потому что действительно мы тоже предлагаем, например, облигации вашей компании, у вас периодически происходит первичное размещение, мы активно рассказываем о них, и так далее, и так далее. И вот у людей возникает вопрос теперь по поводу долговой нагрузки. То есть, безусловно, финансирование всех этих проектов требует в том числе и долгового финансирования. Некоторые инвесторы переживают за, ну, с их точки зрения, высокий потенциал, высокий уровень долга, при том, что мы знаем, что есть экскроу-счета, которые, так сказать, потихонечку начинают раскрываться. Вот немножко даже от меня вопрос, если приоткройте, когда вы ожидаете пик раскрытия? Вот этот вопрос. Ну и все-таки от инвесторов текущая долговая нагрузка. Она высокая или она оправдана будущими доходами? То есть вот ваша некая ремарка по поводу переживаний инвесторов уже скорее в вашей облигации. Мне кажется, инвесторам в нашей облигации и в нашей акции можно чувствовать себя очень комфортно, потому что уровень долга низкий и леверидж снижается. Если смотреть по показателю, чистый долг к обеда, это меньше единицы. Мне кажется, для любой отрасли это достаточно комфортный показатель, который показывает, что компания очень консервативная денежная политика. С точки зрения раскрытия скроу я не очень понимаю, что значит пик. Ну, в смысле, когда начнет такая более существенная часть. То есть он же этот, эта история стартовала относительно недавно. И вот потихоньку компания набирает, набирает, и в какой-то момент более существенный приток денег. Я бы сказал, что 2024 год это уже выход на очень существенные объемы раскрытия скроу-счетов, что дает нам дополнительно возможности как для развития, так и для увеличения акционерного дохода. Хорошо. Теперь такие уже более прям акционерные вопросы. Скажите, пожалуйста, вот последняя история с планируемым байбэком выкупом. Здесь у меня два вопроса. Первый, это в общем фрифлоут у компании не столь большой. И действительно акционерам хочется, чтобы было предложение на бирже. И если будет реализовываться байбэк, то с одной стороны это хорошо поддержит или даже, может быть, подтолкнет стоимость акции выше, но с другой стороны может еще существеннее сократить фрифлоут. Вот скажите, пожалуйста, про сам байбэк, перспективы, какие идеи, как скоро он может реализоваться или это возможность, скорее всего. И вот второе, про фрифлоут. Думали вы об этом, как его можно расширить для места? Да, спасибо за вопрос. На самом деле в абсолютных показателях фрифлоут может быть не такой высокий, как у других компаний. В проценте от уставного капитала это 9%. Но если посмотреть на такой показатель, как уровень оборачиваемости фрифлоута на бирже, то мы в числе лидеров. это функция роста числа розничных инвесторов, увеличение ликвидности. Мы наверное единственная девелоперская компания, у которой не снизились обороты в прошлом году, а наоборот началось очень сильное увеличение оборотов ликвидности. Мы работаем с маркетмейкерами, в том числе с Газпромбанком в части улучшения ситуации с ликвидностью. Все это вносит в свой вклад, ну а главное это действительно потенциал, который видят нас инвесторы и активно приобретают акции нашей компании. При этом я понимаю вопрос, который вы озвучили, он часто звучит со стороны инвесторов. Мы конечно заинтересованы в том, чтобы увеличить фрифлоут, и мы говорили, что в перспективе рассматриваем возможность дополнительного предложения акций, чтобы увеличить фрифлоу до уровня около 30%. Поэтому такая стратегическая задача остается, а сейчас в моменте цель это buyback. Buyback он обусловлен представлением, пониманием менеджмента и совет директоров, что акции недооценены, что по тем или иным причинам рынок не учитывает потенциал роста нашего бизнеса. Конкретики, что обязательно должно быть выкуплено 10 миллиардов в течение 20-30 года, нет. Это планируемый, возможный buyback. Это планируемый, возможный buyback, но это то, что является сейчас одним из приоритетов менеджмента, и мы безусловно намерены его осуществлять. И финальный вопрос. Я знаю, что ранее компания объявляла совместный проект с Северсталью по строительству железокаркасных домов. Скажите, пожалуйста, как движется проект, какие перспективы, может быть, новости? Технология очень интересная, перспективная для девелоперов, прежде всего, потому что речь идет о сокращении сроков строительства, что крайне важно для нас, мы работаем, мы зависим от темпов раскрытия скрощитов, с точки зрения нашего денежного потока. Поэтому используем все технологии, все возможности, чтобы сократить сроки строительства. Мы здесь уже продемонстрировали существенное снижение темпов с использованием текущих технологий. Мы строим 17-этажный монолитный дом, кирпично-монолитный дом за 21 месяц по сравнению с средним сроком на рынке около 30 месяцев. И видим потенциал еще сократить срок строительства. Поэтому вот эта технология металлокаркаса, она дает возможность строить быстрее. В этой связи мы заинтересовались возможностью ее использования. Сейчас в Северсталью активно прорабатываем экономику такой стройки. Если все у нас срастется, то мы можем достаточно быстро выйти на этап строительства и где-то через год мы уже сможем говорить о том, насколько эта технология масштабируема, насколько мы можем ее применять при строительстве проектов самолета. Николай, вам огромное спасибо за рассказ, за такой перспективы компании. Действительно воодушевляет, потому что действительно на российском рынке немного компаний, которые так растут на цифрах и еще столь амбициозны в ближайшие 2-3 года. Поэтому надеюсь, дорогие инвесторы или потенциальные инвесторы, вам информация будет полезна и вы рассмотрите возможность инвестирования как в акции, так и в облигации компании. Большое вам спасибо. Спасибо за такую возможность пообщаться с уважаемыми инвесторами.